И снова! Здравствуйте! Даю след, несу знания, просвещение в мир! Меня зовут Олег Алабудвин, я великий популяризатор массажных технологий на всем русскоязычном пространстве интернета. Вот наша академия интересована в практике, я являюсь ее преподавателем и основателем, президентом. Сейчас мы делаем массаж, специальный мануальный массаж. Отработали спину, переходим к ногам. И как я говорил вам раньше, там на стене было написано, что мы зоной делим от сердца в обратном направлении. То есть первая зона, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, пальцы седьмая получается. Вот так вот, да? По очередности делания массажа. Но все движения на каждой зоне делаем всегда снизу вверх. Учитывая движения венозной крови и движения лимфы. Лимфа течет только от кольцов, от кольчиков пальцев, да? Только течет вверх. При этом, вот ягодицы многие спрашивают, это как? Окончание ноги получается или продолжение спины? И так, и так. Она у нас входит, она входит у нас, когда делаем спину, в спину входит, да? Когда делаем ноги, значит входит в ноги. Поэтому мы должны начинать, сейчас для нас вот это первая зона будет, вот это вторая, это третья, да? Мы начинаем ее разминать сначала, чтобы кровоотток и лимфа уже сформировались, уже было, да? Потом следующую зону начинаем разминать. И она как бы будет уже как подсос работать, подтягивая на себя все жидкости. То есть, пряточная жидкость и так далее. Ну, я уже ногу смазал маслом. Небольшой скажу вам лайфхак, потому что здесь вот масло оно обычно там забывает смазать или там, ну, не всегда бывает удобно подложить, ну, какой-то, да? Поэтому на будущее я чуть больше масла дал на стопу, на стопе вот здесь, если заметите, да? Чтобы потом его снять и добавить там, где не хватает. Можно также, в принципе, добавить себе масло побольше на тыльную сторону ладони, да? Ну, как бы, про запас, чтобы был. Это просто для того, чтобы по нашему принципу эргономики меньше отрываются руки от тела человека, да? И не бегать там к слойнику за маслом, там куда-то вот туда подальше, да? Чтобы все у нас было вот под рукой. Так, ну, соответственно, наш принцип от общего к частному идем, от поверхностного к более глубокому. Вот всю ногу сразу целиком растираем, согреваем ее продольными движениями, вернее, это, да, продольными, более, теперь поперечными движениями. Соответственно, инвертируем руки вот так. В основном у нас работают перепонки, так скажем, да? Ну, и вспоминаем все приемы растирания, которые мы делали. Вот, например, у нас ягодицы, да, вот мышцы растут так, значит, вдоль этих мышц, поперек этих мышц ягодичных. Сразу переходим к разминанию, то есть, так же делаем три линии прохода вокруг версии бедра. Раз, два, три. Шестеренками. Потом продольно, вот так вот, ну, поперек, вернее, ну, кулачком, да? Теперь с вибрацией вверх. Причем, заметьте, вот где у меня кулак остановился, да? Оттуда же не задаем лишь вопросов. А с этого же места прямо вот сразу начинаю вдоль этих мышц с вибрацией подавать дальше. К локтевым техникам мы перейдем с... Чуть позже, да? Поэтому с ягодицы будет сейчас достаточно, да? Вот она покраснела, уже достаточно, да? Теперь с бедром делаем так. Визуально разделяем всю ногу пополам на внутреннюю часть, медиальную, и внешнюю латеральную. Соответственно, по очереди начинаем кулак растирать. Опять же, видите, снизу вверх я веду. Разминаем внутреннюю часть, внешнюю часть. Скручивающие движения. Любые конечности очень любят скручивающие движения. Они сразу расслабляются. Скручивающие движения теперь не такой маленькой, да? А вот побольше. Все бедро вместе взяли. Все бедро вместе взяли. Руки идут как бы накрест. И у нас работает... Когда вот сюда едем, да? За счет ткани тела человека делаем сопротивление второй рукой. А тут работает бицепс у нас, да? Вот как бы в фитнес не ходи, мы тут занимаемся. А тут рука идет на распрямление, работа, соответственно, трицепс. Вот тут сгибаем руку, а тут согнутую распрямляем. Далее мы делали трение вот такое, да? Растирание, да? Оно было быстрая, с шорохом. А сейчас мы тоже самое, но у нас прогонка лимфы. По этому плотам хватили и тягаем. Даже еще медленнее надо, чем я показываю. Лимфу вверх и уводим вот туда, поближе к... По охоруму лимфоузлам. Вот туда, туда, туда. Кровь течет у нас быстро. Да? 60 ударов в минуту. Сердце бьется. А лимфа течет очень медленно. Примерно, знаете, как вот 1-2 сантиметра в минуту. Вот вообще еле-еле-еле такое движение. Поэтому мы и помогаем медленно течь. Далее глубокое проминание начинаем кулачками уже. То есть сначала у нас были полные разминания, да? Теперь кулачками. Разворачиваемся вот так. Можно этот проход сделать вот пальчиками посередине. Разделяя бицепс бедра. Ну, бицепс это что такое? Би-2. Значит, оно из двух состоит долей. Ну, как бы вот между ними пытаемся разделить. Двуглавая, то есть мышца. Теперь вот как бы шестеренка, ну, с щипанием таким, да? Но мы делаем вот так вот. Разделяем, соединяем, разделяем, соединяем, разделяем, соединяем, разделяем, соединяем. И опять уходим к паховым узлам. Теперь второй прием. Поднимаем бедро, но не отрываем от сала, да? У нас есть цель только как бы мясо от костей отвести. И вперед. Вибрация такой. И вперед. То есть тут мы не делаем назад никаких движений. Только вот отсюда, сюда, вверх. Видите? Еще раз показываю. Все, вверх идет. Согласно движению лимфы и венозной крови. Следующий прием. Мы растираем. Ну, как бы у нас нога должна идти как единая такая вот, как змейка. Вот видите? Еще раз показываю. По очереди. И быстрое движение лапа леопарда делаем вверх. Переходим быстро сюда. Видите, гиперемию создали, вот покраснуло, да? И переходим сразу к икровоножной мышце. Но надо понимать, что вот эти две головки, они тянутся и крепятся вот там, да? Икровоножные мышцы, они поднимаются и крепятся выше, вот здесь. Соответственно, мы вот эти вот места крепления, как ножницами, да? Взяли ткани. И сначала между этими пальцами, потом между вот этими пальцами, потом между этими пальцами. Всю икру быстро растираем. Разделяя, опять же, пополам на внутреннюю часть. Видите? Медеральную часть и латеральную часть. Пальчиками друг от друга отделяем. Снизу подхватили, натянули. Это очень приятное движение. И нам надо сделать так, чтобы стопа была расслаблена. Видите, она напряжена. Мы ахилла сухожилия обнимаем, как бы вот, основанием, ну вот этими мышцами ладони, да? А с той стороны вот покачиваем. Вот так друг от друга руки ходят. Всегда наш принцип. Руки ходят всегда друг против друга. Теперь натягиваем пятку на себя. Видите, сухожилия натянулась. Ролик включаем. И дальше рука пошла кулачком, раздавливая мышцы. Вверх, 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 вверх. Выше, выше, выше. Вторая рука подхватывает. И уперлись под седалищную кость. Вот под эту коточку. Вот тут проходит седалищный нерв, да? И нам как бы надо вот эту точку вот между бедром и седалищной костью продавить. Вот здесь. Целимся сюда. А второй рукой делаем захват. Каким образом? Вот беремся за вот бедром. Ой, за берцовую костью под колено, да? То есть, вот здесь большая берцовая кость, да? Вот с этой стороны. Вот где она заканчивается, да? Вот начинаются точки жизни, так называют их в Китае. Их прижигают. Джон Сан Ли называется? Джон Сан Ли. Джон Сан Ли, точка долголетия. Да. Точка долголетия, да. Вот мы их там прижимаем. А это рукой под диагональ. Видите, против пятки вы захватили. Вот получает захват. Видите, плотно захват. Таким образом мы ей двойное добро несем. Точка долголетия прижимаем. И вот эту точку прижимаем. Вот вытягиваем ногу. Иногда шучу девушкам, говорю, что сейчас ноги на 2 см у вас вырастут. Удлиним. И так оно и получается. Иногда да. Теперь смотрите, какое движение. Разворачиваем колен, локтем, стопу. С тем, чтобы бедро развернулось. И как раз наша рука идет мимо бердера. Оп. И обошла. Вот эта рука. И обошла. Следующее движение. Сразу не оторвая рук. Видите, как они были у нас, так они остаются. Подгибаю коленку. Отведя чуть в сторону. И теперь работаем локцем. Бедро вместе с ягодицей. Снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. Быстро, энергично. Стираем. Это я по косточке иду. А теперь по мякоти. Вот я руку специально подставил, чтобы поддерживать мякоть. А эта рука лежит не жестко вот так. А чуть по диагонали придерживать, чтобы костью на кость не давить. Ну, просто, чтобы больно не было. Локтем вот по мякоти. Идем снизу вверх. Ну, там 2-3 прохода можно сделать. Сразу же. Не отходя от кассы, выперлись в грушевидную мышцу. Второй рукой ее растягиваем, а эту руку продавливаем. Продавливаем. Бывает болезненно немножко, но так и надо. И теперь под соболоженную сторону. Здесь малая ягодичная мышца. Идет, вот мы ее надавили и растянули в противоположную сторону. Ну, вот. Теперь стопа идет сюда. Легко запомнить. Вот сюда, 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 сюда. Видишь? Камера, снимай. Вот сюда идет. Сюда, сюда, сюда. Раз, вот еще больше надавил. Надавил, растянул эту мышцу. О! Теперь в противоположную сторону. Растянули, растянули. О! Хорошо. Теперь все бедро проходим вместе с ягодицами. Вдоль. И у нас нога также работает. Там есть аккумуляторные точки болевые. Вот по центру я иду. И все отмассировали. Где положили ногу? Вот мы стояли-то, собственно говоря, здесь, да? И сразу наша рабочая зона оказалась напротив икроножной мышцы, да? Опять разделяем пополам. Прямо от атакилосухожилия. Проходим до самого верха. Внутренняя часть, латеральную часть. Теперь все вместе на скручивание. Теперь вот такой прием. Захватили мышцу, приподняли, растянули и растрясли. Захватили две стороны сразу, и ту, и другую. Внутреннюю и внешнюю. И растянули. Теперь берем то же самое, что делали с бедром. Те же приемы, да? Пополам разделяем. И лапу леопарда захватываем. С вибрацией приподняли мясо от костей, да? И протянули. Прогибрировали. Прогибрировали. Протянули вверх. Когда мы вот это делаем, практически у нас бицепс работает. Мы себе бицепс немножко тренируем. Так. Теперь то же самое, что делали. Вот так вот. Восьмерочки такие. Иногда все ходуно уходит. Видите? Еще раз показываю. Вот есть пятка, как ходит. Я уже делаю ягодицу, а пятка до сих пор видно было, да? Теперь следующий прием. Внедряемся пальцами. И как бы вот они хаотично, как растут веточки у дерева, пронзают все мышцы ног в разные стороны. Так, хаотично, хаотично. Не быстро опять же делаем, потому что нам важно лимфу в этот момент запустить. Лопа леопарда кулаками быстро растираем снизу вверх. И переходим к трем лимфатическим трубам Гудвина. Первая труба. Мы идем руками по очереди. Вот она одна другую обгоняет. Сбоку плотно захватив. Бывает болезненно, да? Ну, у человека спрашивайте. Полегче делать? Посильнее. Вот видите, как плотно-плотно. Это делается медленно. Второе движение. Ставим руки пять пальцев против пять пальцев. И начинаем сжимать снизу вверх. То есть они по очереди идут. Сначала нижние пальцы подновешние. Раз. И потихонечку, медленно, как бы, как удав пожирает осьминога. Опять выходим к лимфа. Этическим узлам. Следующая трубогудвина. Это вот делаем кольцо, где мы можем менять диаметр, да? И представляем, что как будто бы это вот отверстие консервной банки, да? И нам через нее надо просунуть сначала мандарин, потом апельсин, потом грейпфрут, потом помело оттуда всунуть, да? Вот чем больше мы туда просовываем, тем лучше. Хватили ногу, можно даже, видите, кстати, я обратите, нормально, насколько подушка высока, да? Многие должны лежать, обязательно пятка должна лежать выше груди, выше сердца. И чем выше, тем лучше, и в том числе и для вас. Во-первых, уже не хватит, ну, лимфодренаж идет, Во-вторых, нам легче брать ногу. Проходимся до конца. Это делается тоже медленнее, чем я показывал, в два раза медленнее. И теперь будем массировать голень с этой стороны. Как я говорил, вот нам масситься и пригодится. Раз, смазали, растерли. Нас интересуют мышцы, которые вот операционные кости прилегают, да? Она немножко развернута вот сюда, вовнутрь. То есть, она плоскость своей не вот так стоит, а чуть вовнутрь. Поэтому делаем прием прищепка, большой палец пройдет в остальных пальцев, да? и мы как бы разжимаем вот эти вот мышцы, отводя их от косточки в сторону. Движение идет, видите, вниз, подагонали вниз. То есть, лимфа у нас все равно соблюдается. Теперь разделяем длинными продольными движениями все мышцы, вот боковые с той стороны, с той стороны, да? Обходим. лодыжку вот так вот мягенько, ладонью вот, ладонями двумя, отделяем мясо от костей. Опять, видите, движение идет снизу вверх. То есть, снизу, это отсюда, вверх, под движением лимфы. Снизу вверх. И захватываем руку, ногу двумя руками, плотно вот так, И протягиваем опять медленно лимфу вниз. Сет номер один, но я его объединил сразу, да? Потому что непрерывно работа идет бедра и кровножных мышц. Поэтому сет номер один сетом номер два закончен. В следующем видеоролике мы поработаем со стопой и будут кое-какие еще мануальные приемчики, которые сразу я вам по секрету расскажу. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал. С вами был Олег Алавгудвин. До новых встреч, друзья! Олег Алавгудвин.